всем привет прежде чем мы начнем транслировать наш новый материал хотелось бы сделать одно небольшое но очень важное объявление для наших зрителей и подписчиков недавно мы снимали репортаж для телеканала нтв передачи главная дорога который вы безусловно увидите и на нашем канале в том числе так вот в нем мы поднимали тему плохой и некачественной установки сигнализации владелец x90 обратился на диагностику к нам вот так вот все болтается здесь у нас на соплях разъемы где повыпадали видно что они сломали ему кронштейн здесь у нас вообще жесть непонятно вот в этом бардаке вообще просто надо выкашивать и полностью переустанавливать когда же выявляется этот некачественный монтаж сигнализации автовладелец узнает об этом при поломке охранной системы либо при приобретении подержанного автомобиля когда он решает усилить охранный потенциал своего автомобиля в профильных мастерских ранее 2016 году мы говорили о том что плохо защищенные автомобили это те которые не предоставляют проблем угонщику составляет 82 процента автопарка россии на самом деле масштаб бедствия гораздо шире если учесть что на протяжении последних долгих лет хорошие криптостойкие сигнализации ставятся низкоквалифицированными мастерами изготавливающими в 90 процентов случаев малоэффективную блокировку и практически никогда не меняющих пин-код сигнализации заводского на пользовательский но концу 2018 года по нашему экспертному мнению в россии насчитывается более менее защищенных автомобилей порядка 19 процентов только вдумайтесь менее 20 процентов техники кое-как защищены от угона связи с этим мы объявляем о старте акции который будет проводиться во всех регионах где представлены сервисы угона нет и так всем желающим принять участие в акции проверь и защите свой автомобиль просьба откликнуться по электронному адресу который указан в описании к данному видео вы приедете к нам мы произведем бесплатную диагностику установленных охранных систем выявим их уязвимости предложим противодействие и совершенно бесплатно установим эффективные противогонные решения но будет это происходить не просто так вам придется поучаствовать съемках материалов для нашего канала так что если есть желающие милости просим адрес электронной почты под видео последнее время участили случаи мошенничества связанные с автоподбором правоохранительные органы уже фиксирует многочисленные случаи подобных хищений автомобиля связанных именно с такой методикой сегодня мы в этом попробуем разобраться разберем ошибки автовладельцев а для этого проведем эксперимент для начала ян списке обычных объявлений в интернете выбирает понравившийся ему автомобиль и звонит автовладельцу добрый день удобно говорить да вы знаете по объявлению звоню по продаже хундаи тусан вы первый владелец автомобиля отлично птс вы лично вписаны ясно знаете вот по поводу состояния автомобиля хотел уточнить пробег у вас указан в объявлении он соответствует я сотрудник компании по подбору автомобилей по москве сейчас данный момент подбираю автомобиль хундаи тусан для клиента из краснодарского края у вас сегодня есть возможность встретиться для диагностики и осмотра автомобиля ян привет я заехал на стоянку куда дальше их смотри перед таком сразу плачу и направо и в конец парковки в конце стоит автомобиль черный вижу вижу его все давай сейчас тогда паркуюсь и минут через пять тогда подходи итак я на сейчас под видом специалисты по автоподбору подойдет к продавцу автомобиля будет производить какие-либо действия я постараюсь максимально коротко и сжато детализировано все это прокомментировать наблюдать мы будем через видеокамер который установлена у я на их две штуки одна в сумке вторая на одежде посмотрим за развитием событий только что я активировал спутниковую закладку и спрятал болванку нового ключа от автомобиля hyundai в рукав и направляется к машине продавца здрасте это я вам звонил вот приехал посмотреть автомобиль у меня к вам есть несколько вопросов там по кузову какие-то есть где-то что-то делалось обращение когда не страховая ничего не было за ничего не красила стекла не менялись вес я вас понял вы не против если я сумку положу с собой носите неудобно самый главный момент что я хотел посмотреть это ну по кузову лакокрасочное покрытие значит далее я хотел подключиться почитать посмотреть ошибки через обеда разъем вот и посмотрите реальный пробег сколько автомобиля сейчас толщина метра начали посмотрим ну для начала в общем-то ничего особенного по действиям нет обычные регламент на операции которые проводят автоподборщик при проверке автомобиля это проверка кузова на предмет повреждения при помощи толщина метра проверка моторного отсека масло я смотрю все тоже замечательный где не потеков ничего нету приготовьте пожалуйста свидетельство регистрации птс я вин номера хочу сверить а вот сейчас было видно как ян прилепил закладку на магнитах под днище автомобиля теперь он сможет выследить владельца в любой момент время по точным координатам gps так у нас здесь табличка табличка у нас есть одна оригинал конечно же производят сверку вин номеров кузова автомобиля которые нанесены на шильдах приклеенных стойкам дверей а также сверку номера вин который прописан в птс и стс с тем номером который выбит на полике около штурманского кресла все эти действия регламентные и не могут вызывать никаких сомнений и подозрений у продавца сейчас я подключусь в диагностической шине к бд разъему прочитаю мы посмотрю наличие ошибок по сверю показания одометра на приборной панели и что в вб в мозгах дайте пожалуйста ключи от автомобиля так клиент сейчас передает ключ очевидно что там установлена еще какая-то дополнительная охранная система то есть четко было видно что на связке висит дополнительная метка и это между прочим может стать серьезным сюрпризом я не уверен что у я на получится ее отключить там может быть и gsm и цифровые скрытые блокировки в общем засада так ну вот я вижу так 32 285 так на адометре тоже 32 285 у меня у дилера проверяли вроде сказали что там все хорошо подключившись диагностическим оборудованием к автомобилю он только что запрограммировал в память тот ключ который находился у него в рукаве пользовательский ключ он запрограммировал тоже иначе тот бы перестал работать а вот запасной ключ который лежит у автовладельца дома после такой процедуры перестает функционировать здесь все у вас замечательно с присутствует небольшие там ошибки которые ну ни на что не влияют я смотрю установлена сигнализация дополнительно не будет шоколад кусать не по себе не так вот шоколадка здесь не просто так а я заодно кстати хотел проверить тормозные диски мост как они нормально может посмотреть там вырубка не очень большая колодки давно меняли вот сейчас было видно что он поставил меточную систему в охрану экранировал затем метку при помощи фольги от шоколадки выработка небольшая есть и теперь проверил сигнализацию на наличие функции слэйв то есть после снятия штатки с охраны не произошло реакция в принципе все замечательно забираю свою сумку вот сейчас был очень важный момент как правило потоковая установка у дилера предусматривает безусловно активацию функции слэйв то есть полный слэйв при снятии с охраны штатной сигнализации снимается с охраны и дополнительная и причем какая бы ни была хорошая отличная сигнализация с крипто стойким кодом она полностью снимется с охраны отключится блокировки двигателя после деактивации штатки вот многие установщики эту функцию не перепрограммируют и это является реальной дырой обратите внимание на связи все добро до свидания ну теперь все прописано устройство слежения установлено владелец даже не подозревает что его автомобиль уже подготовлен к угону и за ним следят единственное что его сейчас спасает это контроль с мобильного приложения при помощи push-уведомления то есть когда злоумышленник попробует дополнительную систему снять с охраны владельцу придет об этом уведомлении ну что найти автомобиль закладкой которую я умудрился заложить в момент осмотра автомобиля не составило труда плюс ко всему я прописал бесконтактный ключ и конечно же я использую глушилку которая не даст возможности владельца узнать о состоянии автомобиля включаем глушилку друзья будьте бдительны при продаже вашего автомобиля крайне внимательно относитесь к покупателям или их представителям если потребитель нанимает фирму по автоподбору то не поленитесь поискать отзывы об этой компании в интернете пользуйтесь только проверенными фирмами внушающими доверия не афишируйте ваша охранная система а также своевременно переводите ваши автосигнализации в режим валет и не передавайте ключи незнакомым людям ну и конечно же обращайте внимание на функционал своих охранных систем сигнализация может быть у вас и правильная вопрос компетентности мастера и правильности ее установки помните что функция slave это угроза при неправильной настройки и использовании так что для инсталляции ваших систем обращаться лучше к профессионалам с вами были эксперты угодно нет подписывайтесь на наш канал и оставайтесь в безопасности и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok